Всем здравствуйте! Как слышно, видно меня? Хорошо. Я буду ориентироваться по звуку и картинке на администратора Оракула, чтобы у нас была все-таки администрация, потому что у всех, естественно, будет разная картинка и разный звук, у всех разные интернет-провайдеры. Насколько я знаю, лучше всего браузер Google Chrome показывает конференцию. С телефона, может быть, не видно. Вот, поэтому я ориентируюсь на администратора Оракула. Значит, мы начинаем конференцию во славу богов, всех народов, всех времен, во славу изначальной силы, во славу империи сильнейших ведьм, во славу государыне матушке. Я рада вас всех видеть. Восклицательные знаки говорят о том, что вы со мной согласны. У нас сегодня очень много участников. Я так понимаю, присутствуют разные страны. Напишите, пожалуйста, кто у нас сегодня, откуда есть. Будем знакомиться. Наверное, есть и кто первый раз пришел. Тема, видимо, вас заинтересовала, потому что активность такая. Не каждая тема такая интересная. Я не ожидала, что вам так это будет. Я так больше, как знаете, ориентировка была на новичков, поскольку все-таки тема такая, она больше так для новичков. Но, тем не менее, видимо, интересно всем. Вот, значит, мы с вами сегодня говорим о теме, с чего начать магическую практику. А, ну хорошо, значит, интересно всем. Проанализируем. Да, ну тоже правильно. Вот, и, значит, сразу в начале нашей конференции хочу разъяснить такой момент. Постоянные вопросы касаемо нового обряда, который я буду делать в мае. Что это такое? Значит, это обряд наподобие. Наподобие, да, когда вот в церкви подают батюшки записки о здравии, о покое, там и так далее. А те батюшки, которые честны, они эти записки зачитывают. Те, которые нечестны, естественно, не зачитывают. Вот, поэтому, что происходит, когда к какому-либо эгрегору, к какой-либо силе обращаются совместно, то есть кто-то обращается за кого-то, то есть о большом количестве людей просит, то он как бы берет на себя определенную ответственность за большое количество людей. Он повышается в статусе, он повышается в силе, потому что силы его начинают уважать. Но с него и спросят, естественно, чтобы он сделал все четко и правильно. Значит, что касается людей, которые обратились за помощью, они, естественно, получают помощь. Почему я обозначила, что нет какой-то определенной суммы благодарности? Потому что это не тот обряд, за который стоит брать какую-то определенную сумму. Это совместный обряд. Это не так, что человек пришел ко мне, и я лично с ним работаю. Это совместный обряд. То есть я работаю сразу со всеми. Поэтому сколько вы посчитаете нужным, столько переводите денег. Нет какой-то обязаловки. Там фотография не нужна. Нужна фамилия, имя, отчество, дата посвящения или дата рождения. Значит, вы посылаете через заявку, которая на сайте. Я составляю по ней список. Никакого ответа от администратора, что вы зачислены на этот обряд, не будет. Потому что никакой финансовой сверки не происходит. Деньги, переслали вы или не переслали, вы в любом случае будете участвовать в обряде. Я не буду сверять. Это ваше личное дело. Просто я пояснила, что те, кто не отблагодарили, могут быть очень серьезные откаты. Потому что ритуал достаточно серьезный. Это чистка. Ритуал чистки негатива всех видов. Поэтому я эти все моменты разъясняю. Так как сверки никакой не будет, соответственно, никакой ответа вам, что вы зачислены, не будет. Но вы будете в списке в любом случае, если вы заполнили форму. Видеоотчет небольшой. Я вам пришлю, чтобы вы понимали, как это все происходит. И внешне, и по своим результатам, естественно, тоже. Это, в общем-то, то, что в обряде. То, что, да, можно и за детей, и за мужа подать заявку. Обязательно только заполняйте полностью. Значит, это то, что касаемо обряда. Он будет происходить в мае. Но я до 30 апреля собираю в списке тех, кто хочет участвовать. Поэтому там вопросов такого плана, там, можно ли отблагодарить потом, о какой сумме, это идиотичные вопросы. Благодарить нужно сразу той суммы, которую вы считаете нужным. Нет никакого там суммы, которую необходимо заплатить. Все деньги, вырученные с этого обряда, пойдут на развитие сайта Радость Империи для тяжелобольных деток. Но это, что касается обряда, я вам разъяснила, потому что возникали вопросы. И еще частый вопрос такой возникает. Я даже не ожидала, что наши люди такие вот до такой степени халявщики. Значит, мастера, наверное, с этим сталкивались. Я и разъясню еще раз. Я неоднократно говорила, что тяжелые ритуалы, я работаю всегда с оплатой по результату. Ритуалы. Я не говорю о диагностике и просмотре. Я не работаю бесплатно посмотреть всю семью, что у них, как, чего и так далее. Я так не работаю. Вы должны оплатить мой просмотр, мое время, потраченное на вас. Поэтому, когда вы пишете письма и просите, чтобы вас бесплатно диагностировали, рассказывали, что у вас и так далее. Вы себе представляете, сколько писем мне приходит, если я всех буду бесплатно диагностировать. Вы меня завтра не найдете, это я просто зароюсь. Поэтому смотрите, пожалуйста, реально на вещи. За ритуалы, да, я это понимаю. Есть некая результативность, за которую вы платите. Но есть и понятие диагностики. Вот. Нет, это обряд не онлайн. Обряд будет проводиться мною, живьем. В мае месяце вы подаете заявку, что вы хотите, чтобы вас отчитали. Я вас буду отчитывать от негатива по бумажке, по списку тех, кто подал заявки. Вам участвовать для этого не нужно. Я же вам пришлю небольшой видеоотчет, как это происходило. Ну, соответственно, вы еще по своим ощущениям это должны все почувствовать, чтобы вы понимали, как это происходит. Вот. Это у нас касаемо наших дел насущных. Проверяю запись просто. Ну, вернемся к теме нашей конференции. Начало магической практики. Мы с вами, в принципе, понимаем, что в магию все приходят по разным причинам. Идентичности нет. Кто-то приходит в магию с целью просто озолотиться. Условно заработать денег. Соответственно, какие-то глубинные знания его не волнуют. Он может изучать магию, но на уровне того, что как сделать тот и ноль ритуал, чтобы получить результат. И, соответственно, чтобы человек за это заплатил. Это не значит, что он обязательно будет мошенник. Но он будет узконаправленно работать просто по ритуалке или просто по картам Таро. То, что он для себя выберет, чтобы заработать денег. У него нет интереса к познанию какому-либо. Он берет определенный кусочек, что ему нужно изучить, и с этим он занимается. Значит, это такой вариант есть. Есть вариант, когда человек идет в магию для того, чтобы решить свои комплексы и проблемы. Это страшный вариант. И он очень часто встречается. Дело в том, что такой вариант – это когда человек имел проблемы, связанные с детством. Его мучили сверстники, не понимали родители. Возможно, он там жил в очень бедной семье, или родители его каким-то образом обижали. Он думает, что магия решит все эти вопросы. Когда он придет в магию, все будет замечательно. Администратор Араплов, я у вас висну. Ну, вот видите, это зависит от того, какой браузер, какой провайдер. У всех будет все по-разному. Поэтому я ориентируюсь на администратора. Кто, у кого виснет, будет смотреть, соответственно, в записи. Значит, и мы с вами понимаем такой вот интересный момент, что вот этот человек, который шел для того, чтобы решить свои какие-то проблемы, он тоже будет изучать магию. Но изучать он будет ее одностороннее с точки зрения, как озолотиться. Какие-то ритуалы, да, может быть. Как очень часто эти люди в 90% делают порчу. Они изучают порчу. Они ненавидят весь мир, и они думают, как попортить соседа, подругу, еще кого-то. И они очень ненавидят успешных людей. Они их просто ненавидят. Потому что у них было там неадекватное детство. Это все, значит, тоже ведет их в магию. Значит, следующий момент, когда человек идет тоже в магию для того, чтобы решить свои проблемы. То есть он начинает интересоваться магией, какими-то ритуалами для того, чтобы решить свою проблему. Ну, ту или иную, там, допустим, с мужем, с детьми, там, с деньгами, с чем хотите, да. Он понимает, что магия – некая панацея. Можно, значит, взять и просто воспользоваться какими-то ритуалами, чтобы получить результативность. И он начинает искать эти ритуалы. Вот просто узконаправленно искать эти ритуалы. Там ритуал на богатство, там ритуал на отношения с мужем и так далее. Он не вникает. О чем эти ритуалы, к кому идет обращение. Он просто их переписывает у мастера, из книжки или еще откуда-то. Это тоже вариант, когда человек вошел в магию, но вошел как-то вот так кусочком. Ну, все-таки вошел. Он же все-таки практикует, что-то делает для себя. И очень редкий, к сожалению, такой поток, когда человек идет в магию за знанием. Он идет туда, чтобы постигать мир. Постигать мироздание. Потому что магия – это наука всех наук. Таких людей единицы. Ну, такие люди идут тоже в магию. Потому что это единственная наука, которая дает полное осмысление своего бытия, своей жизни. Откуда мы пришли, куда мы уйдем. Все о себе даже. Даже с этой точки зрения, не говоря уже о земле и так далее. Поэтому это тоже человека приводит в магию. Но я говорю, к сожалению, это редкие варианты. И вот, когда все эти люди пришли в магию, естественно, они пришли с разными целями, с разными возможностями изначальными. Они начинают в ней как-то себя развивать. Кто-то развивать, кто-то просто списывать ритуалы, кто-то строчить ритуалы, кто чем заниматься. Значит, и здесь мы должны понять для себя, на какой силе будет работать мастер. Мы будем называть мастер. Мы потом немножечко углубимся, касаемо кто есть кто. Но тем не менее, на какой силе будет работать мастер? Значит, есть вариант, когда человек будет работать на своей родовой силе. Это очень редкий вариант, практически не встречаемый в природе на сегодняшний момент. Значит, ситуация какая? Это когда человек имеет очень мощный рот. Такой, знаете, вот я скажу таким некрасивым словом, но прокачан, мощный рот. И он может на этой родовой энергии что-то творить через свою энергию. Это редкий случай. Родовых ведьм, потомственных ведьм практически в природе не существует. Те, которые называют себя потомственными, мы можем увидеть, что никакой преемственности там нет. Они не могут вам ни бабушку, ни маму, ни дочь показать, которая нормально, полноценно работает. А там нет преемственности, нет никакого мощного, сильного рода. Значит, и, соответственно, человек не может тогда работать на своей родовой силе. Когда кто-то говорит, что вот там моя бабушка, прабабушка занималась, я вам могу сказать совершенно точно. Все здесь присутствующие 269 человек у вас у всех. Кто-то, включая меня, да, там у меня более близко тут получается, кто-то занимался магией. Более-менее успешно кто-то занимался магией. Потому что в разных поколениях всегда встречались там ведьмы, маги и так далее. И это нормально было. Было целый период, когда практически все занимались. Поэтому, когда мне кто-то говорит, у меня там кто-то занимался, или вам кто-то говорит, о, у тебя там в каком-то поколении. Это ни о чем не говорит. Это не значит, что у вас прокачанный род. Другой момент, когда говорят, что мне бабушка передала силу, взяв меня там за руку перед смертью. Это тоже еще ни о чем не говорит. Как правило, таким образом передаются сущие, которые работали с ведьмой, а не родовая сила. Это разные вещи. Вот. Поэтому родовая сила встречается крайне редко. Это очень редкое явление таких людей, они очень ощутимы. Их можно встретить, но они очень редкие. Редкие в природе экземпляры. Следующий момент, когда человек работает на игре реальной силе богов. Что это может быть? Это может быть любой бог, любого пантеона. А может быть несколько богов, которые между собой, вот тут обратите очень важное внимание, между собой не входят в конфортацию. То есть у них нет такого, что они будут стукаться друг об друга энергии своей. Вот если простым языком говорить, не будут они трещать друг об друга. Они нормально друг друга, обтекаемой энергией идут. Значит, это некий пантеон богов. Которые либо работают в разных пантеонах, но в одном направлении, то есть об одном. Либо они находятся просто в одном пантеоне. И поэтому с ними можно взаимодействовать. Через этих богов, их энергию, то есть эгрегориальную энергию этих богов, человек начинает взаимодействовать с пространством, с помощью каких-либо ритуалов. Это алтарная фигура. Он использует тогда в данном случае алтарные фигуры. Значит, следующий вариант, когда человек работает на силе какого-либо религиозного эгрегора. Значит, это вы тоже, наверное, встречали, когда замечали, что у человека все там весь дом иконы-конами, например. Или он читает суры из Корана, или еще что-то он там делает конкретное, да. Связанное с каким-либо религиозным эгрегором. Он таким образом через эгрегор, через силу эгрегора, пропуская ее через себя, делает ритуалы, взаимодействует с человеком, ему помогает. Это тоже как вариант работы. Следующий вариант работы, когда человек работает на силе эгрегора Витовского. Что это такое? Это рейки, значит, это какие-то кованы братства, космоэнергеты там и так далее. Это все узконаправленные кованы братства, где, собственно, человек проходит какое-либо посвящение, и энергию этого эгрегора начинает взаимодействовать, значит, и делать ритуалы. У него может быть что-то, что связывает его с этим эгрегором. Какая-то фигурка, статуэтка. А может быть, как в случае, допустим, с рейки, какие-то знаки, да, и так далее. Это все пути взаимодействия с эгрегорами. Значит, и здесь мы должны разобраться, в чем разница в этой работе. Значит, ну, касаемо родовой силы, я вам сказала, что редко у кого она есть, и мало кто на ней может работать. Поэтому рассчитывать на это не приходится. Вот, значит, тем более, если вы работаете много с людьми, она, в конце концов, может не раскачаться, а, наоборот, пойти не туда, куда надо, не так, как надо, в кривкусь. Значит, что касается, значит, работы, когда идет работа через алтарных каких-то фигурок. Ну, фигурки алтарные, да, соответственно, через эгрегоры каких-либо богов. Здесь такой очень интересный момент. Естественно, вы с богами налаживаете связь. Это не какие-то существа, как люди. Здесь это нужно понимать, потому что некоторые несколько путаются. Это эгрегореальная, это энергия. Сгусток энергии преобразованы в некую форму. Для более легкого общения человека с ней. Значит, эта форма в виде алтарной фигуры стоит на вашем алтарном столе. Я еще раз повторюсь, потому что это очень важный момент. Есть, и в основном многие боги между собой эгрегоры не взаимодействуют. А в данном случае, если такое происходит, что произойдет? Человек попадет в мясорубку. То есть он окажется между двумя жерновами. Его просто перерубят. Поэтому выбирается либо боги из одного пантеона, например, славянского. Либо боги из одного пантеона выбираются. Либо это может быть боги из разного пантеона, но отвечающие за одно и то же. Например, за женщин, отвечающие за огонь, за что хотите. Это не важно. Главное, чтобы они были об одном. Пускай разных пантеонов, но об одном. Если вы что-то спутаете, здесь подойдет такое некрасивое слово, как наступит хана мастеру. Поэтому, чтобы вот этой ханы не наступило, нужно подумать прежде всего, а с какими богами? Зачем вы взаимодействуете? Значит, прежде чем что-либо просить у бога или делать какие-то ритуалы, связанные с алтарными фигурами, очень важным является налаживание энергетической связи с этим эгрегором. То есть какие-либо подношения. Значит, подношение – это энергетическое кормление эгрегором. Не своей энергии, а энергии пищи. Поэтому пища должна быть недешевая, дорогая и красиво лежать на тарелке. Эту пищу вы сами не употребляете, потому что это подношение богам. И осквернение с собой, конечно, здесь не подходит. Поэтому пища лежит некоторое время, потом относится под дерево. Она обесточена энергетически. Вы это сможете проверить даже на майкете. Вы налаживаете взаимоотношения с алтарными фигурами, которые являются проводниками, как телефонной трубкой, да? К этому эгрегору, к эгрегору того или иного бога. Я вот прям разжегла, чтобы было понятно для тех, кто только сталкивается с какой-то магической практикой. Кто работает давно, понятно, это уже понимает. Значит, следующий момент. Есть в магии такое понимание, как разделение трапезы с теми или иными силами. Но здесь нужно понимать, что в основном такие ритуалы делаются, разделение трапезы, в случае, если вы работаете не с эгрегором какого-либо божества, а чаще всего с какими-то сущими. Это более низкие вибрации. Поэтому там так работает приемлемо. В случае с богами неприемлемо разделять трапезу. Значит, следующий момент, когда человек работает на эгрегоре религиозном. Что это может быть? Христианский, буддийский, иудейский, какой хотите эгрегор. Мусульманский, все, что хотите, неважно. Религий очень много, как и направления, движения и так далее. Значит, если человек работает через какой-либо эгрегор религиозный, он должен исполнять предписание этого эгрегора. То есть прислушиваться к его законам, правилам и так далее. Чтить этот эгрегор, ну, естественно, размещать все, что связано с этим эгрегором у себя на алтарном столике и так далее. И обязательно вести людей в этот эгрегор, поскольку... То есть, допустим, идите, поставьте свечки в церкви, там, 10 раз сходите, да, там. Значит, ну, или там сходите в храм какой-то определенный. То есть, чайка стимулирует на поход к этому эгрегору. Эгрегор это очень любит и это очень ценит. Следующий момент, когда человек работает через какой-либо видовской эгрегор. Это такие, ну, как бы, подканальчики какие-то. Значит, здесь идет взаимодействие каким образом? Здесь происходит такая ситуация. Этот эгрегор, видовской, он подключен всегда к какому-то либо еще эгрегору. Если это какое-то течение, ну, братство, кован, что-то такого плана, да, какое-то течение, оно зафиксировано всегда под какую-то культуру или под какую-то религию. Например, там чернокнижники, русское чернокнижие, да, там они какое-нибудь там изучают. Там, я не знаю, или говорят, в наше там братство может вступить только человек крещеный, да, там. Ну, есть такие, да, какие-то подтексты. А он все равно работает, этот кован или братство, на какой-то культуре или религии. И оттуда он тянет энергию, формирует в себе и потом передает своему адепту. То есть, по сути, вы подключены к двум эгрегорам сразу. Иногда не знаете даже, какой второй. Вот этот подканальчик, он, конечно, будет узконаправленный, поскольку он, конечно, так же, как и в религиозном эгрегоре, в христианском, в каком-то он вас ограничивает в рамках, в каких вы можете работать. Это рамки. Потому что, если вы, допустим, работаете в христианском эгрегоре, в мусульманском вы уже не сможете работать, если вы работаете через христианский эгрегор. Ну и тут то же самое. Если вы в каком-то братстве работаете, исповедуете какую-то культуру, определенную какого-то народа, то по-другому работать вас уже накроют. Будут проблемы. Значит, следующий момент. Сейчас, ну вот к чему я это все хочу рассказать, разжевать вам. Империя сильнейших ведьм. Это не узконаправленное культурное какое-то направление. Или религиозное направление. Мы взаимодействуем с изначальной силой. Это источник всего. Он не ставит вас в рамки какой-либо религии, какой-либо культуры. Потому что он всеобъемлющий. Почему так не работает больше никто? Потому что в сознании человека изначально обрезали понимание возможности такого взаимодействия с силой. Разделив людей на религии и культуры. Потому что есть такое понятие разделяй и властвуй. Вы, наверное, это слышали. Вот разделили и властвуй. И поэтому мастер в той или иной системе не может достигнуть очень высокой какой-то планки. По той причине, что он зажат. Есть границы, за которые он выйти не может. Из-за своего эгрегора. Потому что их разделили и все властвуют. Когда мы приходим к изначалью, это совсем другое. Здесь мы будем уже говорить не о религии. Не отрицая никаких религий. Потому что мир на сегодняшний день состоит из матрицы религии. Мы будем говорить не о религии. О какой-либо плохо или хорошо. А мы будем говорить о вере. Это другое. Об этом есть отдельная конференция. Я не буду углубляться. Есть отдельная конференция, которая конкретно говорит о вере. Что такое вера? Вера пришла на землю. Можете посмотреть. Она в открытом доступе. Следующее. На что стоит обратить внимание? Что такое высшие силы? Очень часто мы встречаем, я работаю с высшими силами. Или я обращаюсь к высшим силам. Человек, который только сталкивается с магией. И вообще с каким силами она высшим обращается. К какому-то богу, наверное. Или к чему. Для каждого мастера высшие силы это его. В зависимости от культуры, в какой он находится, это его сугубо понимание. Как ему прописала та или иная культура или та или иная религия. Это будут совершенно разные высшие силы. Если вы находитесь в изначальном источнике, высшие силы это те силы, которые обладают повышенной вибрацией. Это не боги эгрегориальной сущности, которые вы видите в виде статуэток. Это то, что мы не в состоянии понять и почувствовать пока, потому что мы не находимся на таком уровне восприятия еще, к сожалению. Что такое тогда будут низшие силы? Потому что понятно, что если есть высшие силы, есть и низшие силы. Низшие силы это существа с более низкой вибрацией. Их мы можем почувствовать. Нам проще спуститься вниз, нежели подняться вверх. Мы находимся где-то посередке по вибрации. Если нам спуститься вниз, нам проще, но тоже не всегда возможно. Но их мы можем иногда почувствовать при хорошем мастерском подходе. Вот это просто понимание высшей и низшей силы. Следующий момент, который встает перед всеми, кто начинает практиковать, это, конечно, алтарь. И выбор места для практики, и как все должно происходить. Здесь магия делится, сам ритуал, на театрализованное представление. То есть то, что вы проиграете на своем алтаре. И на речитатив. Значит, речитатив зависит от силы слова. Без этого некуда. Значит, силы слова формируются по нескольким факторам. Один из факторов, это когда мать делает для ребенка. И по праву матери, она это обозначает в заклинании, у нее начинает получаться. Когда жена делает для мужа, по праву жены. Значит, она тоже имеет, обладает силой слова. Ну, если она не совсем слабенькая, да. Все-таки она обладает силой слова. Значит, когда человек просто делает Васе Пупкину какую-то там хорошее что-то или порчу. Ну, хорошее редко делает. Вот в основном, если честно, там какие-то гадости, да. И не обладает силой слова. Никакая порча, естественно, к Васе Пупкину даже не долетит. Уже там есть отдельная тема про порчу. Она вообще не всегда долетает. Это посмотрите в открытой конференции, в которой чайпите со мной в центре. Там есть про порчу более подробно. Кому интересно. Вот. Значит, и здесь получается что? Получается, что зависит первое от силы слова. И второе, от чего зависит? Это от правильно составленной театральной части. Вот эти все вещи, они очень важны. Их нужно изучать, без них никуда. Когда человек только начинает практиковать, он, естественно, берет ритуалы, берет какие-то знания из книг. Из книг, из видеоматериала и так далее. А здесь он сталкивается с ситуацией выбора учителя, выбора школы. Здесь, конечно, очень важным является... Вот. Очень важным является именно тот момент, что учитель, значит, или какая-либо школа должно отвечать вашему пониманию, мировоззрению вашему, да? Чтобы быть похожи. Чтобы не шло вам совсем резонанс, было тяжело. Потому что, когда ко мне приходили... Ну, не идиоты совсем, да? Ну, приходили, начинали заниматься. Имея даже уже до меня какую-то практику и учителей. Приходили, начинали заниматься, вникали, и там, ну, все шло, да? Потом они как объясняли? Я ушел, потому что увидел, что Алёна там говорит, что, допустим, в космос не летает, или что Земля не круглая, да? Это за идиотизм, значит, у него шизофрения. Я убежал. Ну, картами, книгами я, конечно, пользуюсь, это все хорошо, замечательно. Почему? Потому что не совпадает мировоззрение. Мировоззрение с учителем должно совпадать. Иначе вы не сможете у него учиться. Это, ну, это понятно, да? Следующий момент. Учитель, конечно, должен быть выше вас по статусу. Первый показатель. Если учитель себя ведет не сдержанно, психованно постоянно, а каким-либо образом кого-либо постоянно оскорбляет, это говорит о низком статусе учителя. Когда вам кто-то говорит, что ведьма там матерится, посылает, что там еще что-то. Это неправда. Это не ведьма. Мы будем это касаться. Это колдовка. Это разные вещи. Если вы себя повышаете до статуса ведьмы или ведуна, вы на это не имеете права. Мат – это материальный язык сильного фиксированного слова для каких-либо магических действий. Вот слова и коды есть в конференции, где вы можете ознакомиться с силой слова и как вообще что понять. Но просто так на кого-то пошел ты на, потому что ты меня достал, ну, давай-то отсюда вали, там и так далее. Ведьма так не общается. Это первый показатель, что перед вами учителя очень низкого статуса. Он может что-то знать больше, чем вы, лучше, чем вы, но это низкий статус. К нему ли вы стремитесь? Вы начинаете читать, изучать видеоматериалы, значит, набираться какой-то информации и просто ее выполнять, понимая уже теперь, с какими силами, каким образом вы взаимодействуете. Выполняйте то, что там прописано. Если там прописано, например, поставьте алтарную фигуру бога такого-то, сделайте такой-то ритуал. Если вы с этим богом ранее не взаимодействовали, вообще никакого контакта с ним не имеете, у вас не просто не сработает ритуал, вас накроет. Поэтому будьте осторожны. Следующий момент. Значит, если ритуал вам полностью понятен, написан в книге, если вы понимаете, как он работает, то есть все для себя смысле, тогда вы берете и делаете. И получаете результат. Но должно что сложиться? Сила слова и театрализованные движения. То есть что вы делаете в этот момент? Нитку заматываете, свечу зажигаете и так далее. В закрытой школе я учу составление ритуала. Когда человек начинает, только начинает взаимодействовать с миром магии, он берет готовые ритуалы. Но следующий этап, когда он начинает их уже, вначале их переделывать под себя, а затем уже составлять все самостоятельно. Значит, касаемо того, что не у всех есть возможность поставить свой алтарный стол, в силу площади маленькой или еще чего-то, это может быть переносной столик. Это не проблема. Это может быть переносной столик. Не надо очень сильно на этом заморачиваться. Значит, следующий момент. Карты. Карты очень часто используются как проводники тех или иных энергий. Это очень удобно, потому что алтарная фигура, вот так вот вы не нагребете в большую сумку, не поедете куда-то работать. Это неудобно. Поездные работы бывают часто. Я говорю сейчас даже не о работе где-то с кем-то, в чьей-то квартире. Я говорю о работе, когда нужна работа на природе, на кладбище, значит, в различных зданиях, больничных дворах и так далее. В данном случае выездные работы, карты, можно брать с собой. Они не занимают много места, они не тяжелые. Поэтому карты являются проводниками силы. Очень удобно. Кстати, пользуюсь случаем, значит, смотрю, Дмитрий. Дмитрий здесь находится. Вот мои две любимые карты. В новой колоде Дмитрия. Это паук. Это вот так вот накладывается в целом. Паук и желудь. Значит, по пауку работала магически как? По пауку отлично поиск людей идет. По пауку отлично сплетаются события, как нужно. А вот здесь вот это отличная история, связанная с деньгами, с прибылью. Ну, это вот конкретно для меня, да? То есть магия – это творчество, я всегда говорю. Да, Дмитрий. Вот, значит, магия – это творчество. И, понятное дело, вы где-то будете подстраивать под себя, работать под себя. Но вначале вы дублируете что-то, что делает кто-то. Но тот, кому вы доверяете и понимаете, что он показывает. А уже затем, пожалуйста, делайте сами. Значит, касаемо учителей, тоже такой очень интересный момент. Вот на что люди не обращают внимания. Если учитель вас учит, что надо быть скромной, бедной, ничего ни у кого не просить, там и так далее. Например, там вот в христианстве, да, такое есть, там батюшка учит. Но при этом сам приезжает там на шикарной машине, весь в золоте. Это не ваш учитель. Он не соответствует тому, что он вам говорит. И наоборот. Если человек говорит, вот вам ритуалы на богатство, чтобы у вас было много денег, как там у меня, там все, я там делаю ритуалы на богатство, только на богатство, там и все такое. А сам живет бедно, то, соответственно, это тоже не ваш учитель. То есть его действия должны быть соответственны тому, чего он сам достиг в жизни. Если он сам не в состоянии ничего сделать, то как он будет обучать вас? Это очень важный фактор, на который стоит обратить внимание. Ну, естественно, конечно, человеческий фактор. Человек должен быть вам интересен как человек. Не быть некой пустышкой для вас, да, быть именно интересным для вас человеком. Это понятие для всех разное. Мы все очень разные. Вот, значит, касаемо алтарного стола, естественно, ваша, так сказать, магическая атрибутика начнет расти, развиваться. Вам понадобится место для нее. Без этого никак. У вас появятся тетради, где вы будете все записывать, да, где вы будете уже простраивать свое что-то. У вас появится не одна колода карт. Вот, а карты вообще большой плюс. Они очень замечательно развивают образное мышление. Я всем советую начинать с них. Они развивают образное мышление, помогают в ритуалах и в предсказательной технике. Вот, значит, и, в общем-то, вам нужно будет выделить некое место, где вот это все будет храниться. Скажу сразу, магия открывает двери везде. Нет той двери, которую бы не могла открыть магия. В разном уровне развития мастера это разные двери. Но если человек развивается, идет путем развития, не сидит на месте. То есть не просто штампует ритуалы или переписывает их у кого-то, а именно развивается. То в этом случае мы говорим о том, что магия будет открывать дверь за дверью для человека. То есть я добавляю ему новые-новые возможности для познания. Для чего в магии проходит посвящение? Посвящение – это знакомство с силами, с которыми работает сам мастер. Я об этом неоднократно говорила. Соответственно, если мастер работает в христианском эгрегоре, он познакомит вас с силами христианского эгрегора. А если он работает там, какой-нибудь сатанистом, он познакомит вас тоже с силами христианского эгрегора, но с его обратной стороной, темной частью. А если он работает, к примеру, в каком-то там, не знаю, рейке, например, он познакомит вас с эгрегором рейке. То есть каким эгрегором работает мастер, с тем эгрегором он вас и знакомит. Значит, соответственно, в Империи сильнейших ведьм посвящение ведется путем посвящения в изначальную силу, проекцией которой на сегодня является Империя сильнейших ведьм. Мы с гордостью можем говорить, что мы единственная оккультная организация, которая не ведет себя по какой-либо религиозной ветке, культурной ветке, а охватывает, обнимает весь мир, идет потоком из изначалия. Значит, это очень важно. Каждый ли готов взять на себя такую глобальную ответственность, потому что это постоянный рост и развитие. Нужно определиться, с какой целью вы приходите в магию. Если вы идете только с целью какой-то ритуал сделать, для себя решить вопрос, или с целью, чтобы просто вредить соседу, это одна история. Если вы хотите познавать мир, это другая история. Вот нужно с этим определиться, не запутаться в этом. Потому что очень многие не понимают, а зачем мне это, зачем мне это, мне это вообще не нужно, в жизни не пригодится. Я вот сидела бы там и делала ритуалы, к примеру, соседа уничтожить, или делала бы ритуалы, чтобы у меня было много денег. Вот это все, как бы, разные вещи. Это надо, ну, как бы, знать, да, вот эти моменты. Здесь еще, смотрите, что. Я об этом говорила и хочу повторить, значит, очень важно. Разница между колдовкой и ведьмой очень существенная. Сейчас понятно, что, ну, все смешалось, да, смешались кони-люди. Здесь уже у нас ведьма, колдовка, колдунья, ведуна, там, маг, все одно и то же. Но ведьма та, что ведает материю. Ведун, тот, что ведает материю. А колдовка и колдун те, что практическую магию просто знают четко обозначенные ритуалы, которые, как правило, передаются породой, они просто их делают. Делают ритуал, не вникая в позицию мироздания и так далее. Но это колдунь и колдуны. Есть еще такое некрасивое понятие в народе колдовка, которая не чурается ничем, грязной на руку. Которая крадники, порчи, ну, в общем, всякую шваль подбирает, да, это помощники такие. Подзаборные. И за них, кстати, статус магии очень сильно упал. Вот. Это вот подзаборные такие твари. Вот. Значит, здесь еще что? Какой момент касаемо посвящения? Посвящение на каких-либо местах, на кладбище, соборное, на перекрестке, луговое, делается тоже с целью знакомства именно с теми силами, да, дополнительными, где человек будет взаимодействовать. То есть духи этого места знакомятся именно с человеком для того, чтобы в дальнейшем мастер знакомит, для того, чтобы в дальнейшем взаимодействовать. Нужно ли посвящение каждому? Нет. Оно нужно не каждому. Вот это очень важно понимать. Потому что все думают, что посвящение – это панацея. Если вы приходите в магию не за знаниями, а чисто сделать несколько ритуалов для себя, чтобы что-то получить. Если вы думаете наживаться каким-то образом просто на магию или решать свои комплексы и проблемы, то в данном случае посвящение вам не нужно. Силы не примут вас все равно. Посвящение нужно для тех, кто готов идти путем очень серьезным. Почему серьезным? Потому что человек, который серьезно занимается магией, да, он открывает перед собой все двери. Но он уходит от общества. Он уже не общий ресурс. Он уже не масса. Он отдельно развивающаяся личность. Личность с индивидуальным этапом развития. Что происходит с этой личностью? Пространство стремится ее уничтожить. Уничтожить. Белая ворона нигде никому не нравится. В массе одинаковых тварей, выделяющейся один кто-то, он не нужен в пространство. Я уже говорила про коровку, которая будет за место того, чтобы молоко давать, бегать, цветочки нюхать. Ее убьют на мясо. С человеком происходит ровно то же самое. Он быстро погибает. Если он не защищен каким-либо эгрегором. И в данном случае защищают религиозные эгрегоры, видовские эгрегоры, там различные комманские эгрегоры и братские эгрегоры. Но если человек идет все большим и большим этапом своего развития, в какой-то момент энергоресурс эгрегора может уже не суметь его защитить. И он гибнет. Именно поэтому, ставя перед собой просто колоссальную цель, я понимаю, насколько она колоссальная, даже тяжело звучащая где-то, она вес имеет эту цель. Если цель именно развития бесконечного такого, без каких-либо рамок и границ, не обозначенной какой-то религией, культурой и так далее, а из-за значения, то в данном случае империя создана как эгрегор именно для этого. Для того, чтобы те, кто идут путем сильнейшего развития, не пострадали, чтобы мы были вместе и держались вместе. Но я еще раз повторюсь, для кого-то это не важно, для кого-то магия – это просто некий временный источник. И кто-то не стремится к знаниям, к познанию чему-то, ему это не надо. Когда ведьма называет себя ведьмой или там ведун, называет себя ведуном, он должен соответствовать статусу. Он должен ведать, он должен нести ответственность, потому что она ответ, отведание. Вот когда я буду делать этот ритуал за вас, за всех, я несу ответственность, что произойдет с вами. Поэтому я предупреждаю, что если не отблагодарили, откатят. Не потому что мне нужны ваши какие-то там деньги, поскольку я не называю вообще никакую сумму, а именно речь идет о вашем здоровье, за которое я отвечаю. Мне важно, чтобы у всех был колоссальный результат, потому что это не последний ритуал, который я буду проводить таким образом. Я выхожу на новый этап, этот этап очень серьезный, очень мощный, вы скоро это увидите. И для меня важны эти ритуалы не с точки зрения финансов, не с точки зрения какого-то обмана, как многие думают, потому что не присутствуют, а именно с точки зрения помощи вам и повышения моего статуса. Я преследую две цели – помощи вам и повышения моего статуса. Так, значит, вот эти все моменты тоже нужно разложить для себя по полочкам и знать, что, для чего, почему. Значит, теперь я готова ответить на ваши вопросы. Только давайте по теме, я вам буду разъяснять. Да, Амуркина и Юлия, все правильно вы говорите. Если не посвящены, к изначальности ли обращаться нельзя. Нет никакой суммы благодарности, минимальной или максимальной. Нет, христианский Грегор не объединяет в себе всех людей. Католики и православные – это отдельные подтечения. Не всегда фотография помогает привязанных платком к низу живота, если вы расстались. Нужно понимать причину. Нет, имя изначального Бога – не Кришна, не Христос, ни какой-либо другой. Это просто изначально. Оно не имеет имен, которые может понять или услышать человек. Имена свойственны людям. Всем эгрегориальным сущим, пророкам человек дает имена. А изначально имени не имеет. Это звук. Да, вестница изначально объединяет все религии, все культуры. Объединяет все, потому что из-за изначально пришло все. Можно ли переписывать ритуал родным? Можно переписывать. Можно внести детей. Да, можно оплатить одной суммой, конечно. Силы изначально, обращений у меня очень много. Посмотрите, пожалуйста, это есть в открытом доступе. Да, Ирина, можно. Можно. У нас не завис сейчас. Сейчас. Так. Ага. Так. То убегает, то зависает. Просад знаю, священная еда. Это не только у кришнаидов. Есть еще культура, которая так делает. Здесь, ну как бы, сама культура, религиозная культура, она обозначает, что таким образом можно сделать. То есть это не совсем ритуалы, вот именно магические, это религиозное понимание. Есть же также, допустим, разделение, когда вы, даже домовому, кстати, так подносят, такое тоже есть, просад такой. Что вот именно домовому тоже подносят, прежде что пробовали, да, боги, он как бы становится от этого лучше, да, и дому не вредит. Я к этому не отношусь неплохо, нехорошо, поскольку я считаю, что я считаю иначе. Так. Валентина, вроде на Таро, я не знаю, есть еще вроде места, и надо уточнять. Пожалуйста, после конференции напишите на почту администратора свою почту, обозначьте, что вы хотите записаться. Спасибо. Акватерра, может быть движение энергии, вы еще не до конца их сладили, такое может быть. Да, Вестница, так можно. Спасибо, Ирина. Тот, кто занимается ведаством профессионально, да, то есть именно ведьма, которая ведает, он всегда усиливает свой род. По роду, кстати, у нас будут встречи, очень интересно, в июне будет встреча, благодать рода, очень серьезная. Советую прийти, она живая встреча, если есть возможность, приезжайте, почувствуйте, вы просто увидите свою родню и почувствуете ее, это интересно. Это и опыт. На Вальпурге ночь мест точно уже нет, я знаю. По ногам, значит, по предкам что-то не то, энергия плохо течет, надо разбираться. Скат с очень понятными картинками, начинает всегда новичок, но понятными вам именно картинками. Скат. Да, Элайза, может быть, ваше повышение идет энергии очень сильно вверх, может повышаться и давление. Нужно привыкнуть к этой энергии, это очень мощная энергия. Для работы с изначальной силой не нужно отрекаться ни от какого эгрегора, потому что изначально в себе содержит всю матрицу Вселенной, а следовательно все эгрегоры. Вообще какое-либо отречение от христианского, славянского, какого хотите, эгрегора всегда чревато для человека. Я против каких-либо отречений. Юлия, нет, нельзя обращаться к изначальной силе, если вы не посвящены. Алиана, да, к изначальной силе напрямую мы обращаемся только при серьезных ритуалах. Во всех других случаях мы как бы через сито ее пропускаем, чтобы не было жестко. Я думаю, Акватера я отдам просто в видео в формате открытым, я собиралась буквально, ну уже скоро сделать, я в апреле точно сделаю. Мы когда с вами говорили о конференции, Вера пришла на Землю, я говорила, что расскажу про энергию, как получать от Солнца. Я вам это покажу в открытом доступе, не платно, то есть все сможете посмотреть. Конечно, обычные Тароу помогут предсказания, любые карты рассказывают, показывают. Да, Марина Вавилкина, да, правильно. Во славу какой-либо силы вы делаете, той силе, которая вам помогает, вы что-то во славу ее делаете, это правильно. Вообще, я постоянно говорю, не знаю уже как бы стучаться до вас, для тех, кто посвящен в империи. Ну, кто не посвящен, ладно, я понимаю, может сам сомневаться, думать там что-то там, может там септа какая-то страшная, там, а он деньги собирает. Каждый там сам по себе решает, да? Но если вы посвящены, если вы уже меня знаете, вы работаете с этой силой, взаимодействуете уже в любом случае, то делать что-то в честь сил можно и нужно. Вы тем самым не только вообще поднимаете свой рот, вы лучше потом взаимодействуете с силами. Вот такие мелочи, как поделиться. Кнопка над каждой статьей на сайте делятся единицы. А над каждым видео кнопка поделиться делится единица, как будто у нас единицы посвященных, у нас тысячи посвященных во всех странах. Почему не делятся? Сейчас весна, начинается посадка деревни, цветов из красной книги. Пожалуйста, снимайте видео, делайте фотографии, это мотивирует других людей, это первое. Мы делаем большой плюс природе, где мы живем, месту, где мы живем, и мотивируем других людей делать то же самое. Второе, это повышает и нас в статусе, потому что мы не просто какая-то левая секта непонятная, которая не знает, чем занимается, да, потому что таких полно, которые действия какие-то делают не только магические, но и физические. Трудности в геометрической процессе, в прогрессе, значит, что-то идет не так. Надо смотреть, что идет не так. Нельзя сидеть и ждать, когда что-то пройдет. И это очень часто связано не с посвящением, не с каким-либо переездом даже. А может быть поток, матричный поток вашей жизни именно на этот период жизни. Поэтому нужно смотреть, а не ждать, что само рассосется. Дмитрий Павальпургов, Веночи, есть конференция на сайте. Вестница, спасибо. Сурья Намаскар, да, одно из видов получения энергии. Югическая практика в большей степени слабенькая, потому что она уже через фильтр прошла, понимаете? Все, когда уже оно переходит в какое-то направление, а не напрямую, вера, это уже проходят фильтры. Для ритуала Басмарина не нужна фотография. Нужны фамилии, отчества и даты либо посвящения, либо рождения. Хельга, отблагодарить силу изначальную за спасение отца можно в честь нее что-то сделать. Да даже посадить деревья и заснять на видео. Да, свой ресурс – это увеличивать знания, увеличивать посвящение. Это начинается раскачка энергетического ресурса, силы мастера и, соответственно, его знания. Конечно, Вика – это тоже направление Грегора. Виканство – это целое направление, конечно. Один из направлений Ведовского Грегора, подканальчик Ведовского Грегора. Так же, как и Рейки, так же, как и Космоэнергеты. Эти более природные такие. Значит, со славянскими обережными поясами, конкретно со славянскими символами я не работаю. Потому что мне близки первоначальные знаки Вселенной, не обоснованные на каком-либо узконаправленном Грегоре, в данном случае славянском. Но зарядить любой пояс можно, сделаю обязательно такое видео. Митрил, благодарю. Спасибо, Наталья. Не то, что правила поведения ведущего в обществе. Для вас общество – это общество. Вы отдельно от этого общества наблюдаете за ним как бы со стороны. Поэтому, если что-то где-то происходит, опускаться до уровня какой-то низкой твари, я думаю, что не стоит. Если вы можете кого-то поднять, поднимайте. Это поднимет и ваш статус. Если вы видите, что человек погряз и подниматься не собирается, ну, бисер перед свиньями, как известно, не имитают. Стихии – это и есть и стихии. Это энергия, первородная энергия, пространство. Они не имеют какой-то Грегореальной сущности. Они находятся, все стихии представлены внутри вас. И когда поэтому в магии говорят, ростов, ситамогонь с этой стороны, воду с той стороны, вы чего ерундой страдаете? У вас все стихии представлены в организме человека. Поэтому как вы их перед собой поставите, не имеет никакого значения. Лариса, не могу порекомендовать такую литературу, потому что я такую литературу не встречала. Изучать лучше напрямую, получать информацию. Альяна, да, он очень сильный. А денежному Грегору вы в честь него можете что-то делать? Если взрослый, да, вы должны спросить их разрешение. Да, Ирина, направление травничества – это тоже знание. И травы также используются в магии. Вы сможете это развить. У нас, кстати, в эти выходные очень интересные конференции будут, очень нужные. Особенно для женщин там будут такие конференции, о-хо-хо какие. Очень советую прийти. Я очень надеюсь, что все-таки я вам все сегодня понятно рассказала. У вас что-то уложилось по полочкам? Вы что-то стали понимать для себя? Как, что, почему, кто особенно только начинает? Начинаете как-то себя, соответственно, расти, взращивать себя. Это хорошо, Валентин, жду вас на луна. Карма и кармическая отработка. Карма – это карающая мать. Карает мать в том случае, когда вы идете не туда. Поэтому какие-либо воздействия на вас негативные, если вы делаете, действуете в плюсе, они быть не могут. Это целую конференцию можно про карму делать. Я обязательно сделаю. Святослава, да, нужно понять, почему у вас с родом такая проблема. На этой встрече вы почувствуете всех своих предков. Виктория, значит, подберите имя самостоятельно, которое вам очень дорого. Да, вы отозначали и получаете защиту. Но амулет – это материализация, то есть некое якорение какой-либо силы на вас. Потому что земля воспринимает много чего материального. Да, с очком можно убрать. Во-первых, возьмите конференцию «Судьбоносная мама». Дарья, вот все, что касается кармы, это нужно делать отдельную конференцию. Часа на два, я, наверное, думаю. Значит, вот закрытая школа, администратор Оракулов дает ссылку. Июльская набралась полностью, битком, даже с излишком. Следующая школа будет уже в сентябре. Скоро дам данные, какие числа. Кто хочет попасть, пожалуйста, смотрите, будут данные. У нас впереди еще живая встреча. Дива дивная в бане. В вип-бане там будет правка живота, травяные чаи и ритуалы на омоложение. Поэтому там тоже ограниченное количество мест. Там осталось, по-моему, совсем чуть-чуть. Поэтому потом не обижайтесь. А то просится в последний момент, пожалуйста, ну вот я один-один лишний хоть на полу буду сидеть. Дело не в этом. Таких одних лишних, кто готов на полу сидеть, бывает очень много. Вестницы здесь нет прям такой вот четко алгоритма, как сделать. Как вы чувствуете? Пупочную грыжу лучше заговаривать. Грызь грызунья, старуха ворчуни, унеси там лесоруха ворчуни, неси подальше в темный лес, в глубокое болото, сухоту, моиту, грызоту. Бысь тому. Щелкайте зубами, пугаете грыжу над этим местом. Когда заговариваете, крутите мылом над грыжей, вокруг грыжи, против часовой стрелки. Ну и, соответственно, мыло потом относите куда-то между деревьев. Не менее трех раз заговаривается. С шепотом, заговор за гором. Так, чтобы было непонятно, что вы говорите. Не то, что позволю, Наталья. Я буду очень рада и счастлива. Да, Кватера, а у нас все равно еще только налаживается, как это называется, господи, волна. Вот как на радиоволна, на телевизионный тоже вот эти форматы. Она только налаживается, поэтому пока можно зайти просто напрямую на телевидение. Значит, напрямую можете на Ютьюбе посмотреть. И на сайте Империи уже появились первые передачи. Огромная просьба. Не оставлять никакие свои координаты в чате. Я сто раз об этом говорила. Что у нас происходит? Еще Ютьюб-канал, когда был открыт комментарий, оставляли свои координаты. Звонят огромное количество мошенников. От меня, типа мои родственники, знакомые, там друзья, посвященные и так далее. Облапошивого человека. Нет какого-то ограниченного количества имен. Я не диагностирую чакры рамкой, поэтому ничего не могу вам на этот счет сказать. Кулич надо ломать, да. Значит, мы с вами поговорили о том, о чем я хотела поговорить. В следующий раз мы с вами увидимся уже на ближайших конференциях. Буду рада вас видеть. По ритуалу вам все разъяснила. Надеюсь, что первичные такие данные вы получили. До встречи. Если не спрашивают дату рождения, это может быть дата посвящения. Где дата посвящения, вы ставите дату рождения или дату посвящения. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok